Всех приветствую, ребят. Движуха на пару часов у нас. Минималка разминки, больше техники. Борьба только по зданиям. Минут 20-30 сделаем. Меня зовут Айк. У меня есть все лишь одна техника в ассортименте. И она работает до сих пор. Как только она перестанет работать, я перестану делать семинары. Я за то, что знать пару приемов, но очень хорошо и подробно, нежели знам много и кое-как. Берю слив, все дела. Так, давайте, ребят, для начала. Кто вообще не знаком с удушающим бейсбол, челк? Что вообще такое? Не делал ни разу, не понимает, о чем речь. Вообще никак. Еще повыше? Раз, два, три, четыре. Все. Вообще не знаете, что за прием? Правильно? Только видос. Ладно. Тогда что сделаем? Сейчас я вас разогрею. Экспресс. Экспресс-фориан, да? И у нас сегодня три техники. Три техники. Будет. В принципе, все по ходу дела. Ситуация. Нижний берет халгард, когда ваше колено у него. Вот так. Можно проходить этот гард. Можно делать бейсбол. Смотрим. Начало такое же. Мы здесь забираем. Взяли одной рукой. Кто-то даже просто в наглую делать отсюда. Раз. Также большой палец. Здесь ракурс лучше для вас. Иногда нет смысла этого делать. Заводить, да? Но я делаю на всякие пожарные. Вот. Поэтому так бывает. Редко зайдешь. Я натянул на себя, чтобы немножко сломить осанку. Забираю вторую руку. Также завожу. Мы это делали сейчас. Теперь смотрите, ребят. Мы локти сгибаем. И я прижимаюсь к нему. Но главное, чтобы моя голова не выходила дальше его головы. Это важно. Вот где-то держусь лбом у его уха. И смотрите. Прижавшись к нему, падаю на правую сторону. Как только мои ноги прикасаются, чувствую опору, я буду... Верните обратно. Ребят, вам нужно сейчас всем подойти вот на эту сторону. Не мешая в камере. Не торопяйся. Я всех подожду. Давайте. Вот мы здесь. И чтобы избежать заранее его оттягивания от себя, защиты, я, как только мои ноги прикоснулись, я прокину его за свою голову вот туда. Мост за себя. Я возьму его за жабры, за скулы, что я держу. Я сделаю выброс туда. Даже если он будет на мне, как сейчас до этого был. Вот так. Даже если здесь будет. Я все равно прокину его за себя. Что он сделал? Никто не хочет ударяться головой, и ребята выставляют руки. Это единственный момент, секунда где-то, где мои руки прямые. Дальше держать их прямыми очень опасно. Он не может оторвать его на рычаг локтя. Это я создал дистанцию для атаки. Теперь после этого я буду тянуться к нему, а не тянуть его на себя. Начинаю тянуться к нему. У меня такая же дистанция. Он где-то на полголова выше меня. Я не буду выше заходить. Я буду держать его здесь. И здесь начинаю тянуться к нему. И идти на живот. И крутиться дальше, 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 дальше. И душу. Если он не стучит, я буду дальше идти на живот. Если здесь не стучит, и я не могу крутиться, я буду наклоняться в эту сторону. Создавать давление. Даже если кувырка не получается. Если вам показалось, что чувак вырубился, но судья не останавливает, вы доделать кувырок с ним. Окажетесь сверху. И только тогда его отпустите. Вы здесь. Чувак вырубился, все, на вас повис, раскис. Судья не останавливает. Что делать? Отпустить. Чувак может очухаться, забрать вам в спину. Отдадите баллы, проградитесь. А? Да, он скорее всего в спину заберет. Он садит маунт на вас. Садитесь маунт. Вот. Вы отпустите, он в маунте, вам хана. Если он вырубился, докручивайте кувырок сюда. Здесь отпускаем спокойно. Вы хотя бы сверху. Как минимум. Окажетесь. Потому что много раз у меня на соревнованиях было так. Судья не успевает видеть, что чувак выключается. Я не хочу, чтобы он был без сознания какое-то долгое время. Я чаще там бездел и отпускал соперника. Но они очухивались. Обычно это с тяжами. Тяжи так раз-раз. И они уже в маунте. Поэтому не повторяйте ошибок. Перевернули, оказались сверху. Тогда только отпустили, если вы хотите. Вообще должен судья об этом думать. Он должен бдить по большей части. Еще раз. Позиция. Раз. Ручка. Вторая. Прижали к себе. И идем. Повернули голову. Мой лоб, его ухо. Кувыркаемся на эту сторону. Как только ноги прикасаются. Бам, мост. Руки он выставил. И все. Теперь я буду тянуться к нему. И душить в той же стадии, как я душил. Надо слезть. У душка пойдет так же. Большая разница, ребят. Тянуть на себя. Либо тянуться к нему. Колоссальная разница. Вы тянетесь к нему. Всегда. Он может кувыркаться. Он может сесть в маунт. То, что нам на руку. Но вы всегда тянетесь к нему. И идете. Идете. К его щеке. И локти к себе делаете. И всегда кувыркаетесь. Локти вместе. Душащий. От вас. Еще раз. Или еще раз. Колено там. Пусть оно будет. Не будем сейчас его вытаскивать. Это отдельная история. Проход гарда через бейсбол. Потом как-нибудь покажу. Забрали удушку. Пока не душим. Прижались. Падаем. Упор на ноги. Мост. Он выставил руки. Тянемся к нему. И крутимся на живот. Важный нюанс. Вам сделаться прямое бревно. Когда ваши ноги будут прямые. Вас не за что будет зацепить. Вы так будете лучше крутиться. Если вы как-то выставите вот так. Вы не сможете кувыркнуться. И начнутся проблемы. Выбросили. Выпрямили ноги. И начинаем крутиться. Вопросы? Все. Супер. Давайте. Три-четыре. Погнали. Покажи вариант, как узко взяться. Как узко взяться. Ложись. 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 Иди сюда. Все нормально. Заходи. Как ты заходил. Так. Левую руку взял. Натянул на себя. Заправь сейчас правую с запасом нормально. То есть за затылок. Вот. И заправляй близко. И чуть-чуть расширь. Вот. Стоп. Вот. Сейчас уже получилось. Вот. Понял расстояние пол кулака? Вот с этого начинай. И кисти не выгибай. Всегда прямые. Пока держи его просто, чтобы держать. Прижмись к нему. Локти. Вот. Придерживай, но не души. Падаешь. Чувствуй упор и мост на меня. Вот. Стоп. Отлично. И пошел. Локти сгибай. Тянись к нему. Тянись к нему. И крутись. 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 Хай. Молодец. Хорошо. Включай свои руки. Физику. После моста. Как только выбросил и начал к нему тянуться. Тогда напрягайся. Чтобы двигаться дальше. По этой технике, ребят, давайте вопросы разберемся. какие есть. Лучше их разобрать сейчас, потому что дальше будет техника сложнее. Вопросы по этой технике, которые... когда снизу тянешься. Смотри. Вот. Руки прямые были. И я... Я не только... Я тянусь по спирали. Я иду и на живот, и тянусь к нему одновременно. Прямые. Правильно? Смотри. К нему и на живот. Вот. Здесь еще... Я сейчас расслаблю, чтобы он мог дышать. Подойди на эту сторону. Вот. Сюда ты вышел. Вот здесь вышел. Доворачиваешь его. Идешь в первый вариант. И здесь доделываешь. Здесь давление на грудную клетку еще. Твой вес. Он есть у тебя нормальный. Поэтому ты тут включишь. Используй свой вес. Я тебе не шучу. Реально. Чувак сразу постучит. Вот. То есть смотри. Ты не сможешь крутиться на живот, и сейчас будут прямые руки. Понял? Тебе надо их согнуть. Все? Раньше там я думал, что в ноги бейсболчок. Ну и многие так думают, что это как бы как бейсбольный мячик ты проглотил как будто. И они артерии душ. Как правильно-то? Сегодня посмотрим удушающий и защиту от него. Сегодня будет удушка с разных позиций у нас. Со всех сторон. Процентов 80 акцент на нее. Остальные 20 это защита. Сложно людям учить лапел бейсболчук, если они спрашивают, что такое лапел. Сложно учить бейсбол из хавгарда. Если люди не знают, что такое хавгард. Музыка. 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 Два часа. Очень плотные программы будут у нас. Для меня любой вопрос не является коварным. Я готов к любым вопросам. Самый непростой вопрос. А вот это не совсем. Все вопросы к менеджеру. Не, только что ты сказал, что ты готов ко всем вопросам. Субтитры сделал DimaTorzok После броска вопрос. Смотри, вот он был сверху, я упал, мое левое плечо коснулось. Я делаю выброс вот сюда. Я делаю немножко его со скручиванием. Бам! Ударил в стену. И потом, смотри, ножки... Да. И я взял и тянусь к нему. Вот, я пошел. И вокруг себя? Да, вот. Просто падаю и кручусь вот так. Все? Ну да, по кругу просто иду. Ну, по сути, мы будем кувыркаться вот так вместе. Я он, я он и... Пока он не сознает, да? Ну да. Но бывает, по ходу, обычно два оборота хватает, чтобы он вырубился. И такой нюанс, ребят. Если вы выкатываетесь за ковер, что происходит? Вопрос вам. Да. И что дальше? С этого положения обычно... Нет, нет, нет. Начинает, возвращает в стойку, мне дают два балла. Это касается и других приемов тоже. Если вы омоплату делали, допустим, и кувыркались с партнером. Кувырок, кувырок, кувырок. Стойка, стойка, два балла мне и продолжаем борьбу. Эта техника чуть посложнее, чем предыдущая. Следующая будет еще посложнее. Я думаю, мы ее разобьем на две части. И, может, она там, ну, не всем будет по силу. Если что, вы не теряйтесь и отрабатывайте первые две. Это нормально. То есть я специально дал по нарастающей. Цветные пояса кто-то готов. Белые пояса, может, кто-то первые две. Ну, хотя бы одна, если будет хорошо, уже не зря пришли. Все, идем к третьей вариации. Ее подробно прям посмотрим. Несколько заходов. Вариация моя любимая. Так, ну, давайте из-за того, что у нас такой разношерстный состав и многие не делали бейсбол. Мы сейчас зайдем в низшилд нормально закрытого гарда. Закрытый гард все здесь бывали и все знают. Да? Тут оказаться вы оказываетесь. Это точка А наша сегодняшняя будет. Сейчас сделаем заход в низшилд для бейсбола. Я изначально буду брать левую руку свою. И, да, ребят, нюанс такой. Пару человек делали бейсбол на эту сторону. Вот на эту сторону. Почему я против? Потому что большинство людей... У Дениса была такая проблема. Он стрелял на соревах из-за этого. Ну, у нас не так много времени. Кто-то ходит два раза в неделю, да? Не так у нас много времени, чтобы отработать на все стороны прием. Большинство людей проходят гард и там держат его, да? Халгарды держат вот на эту сторону. И соперники проходят вот на эту сторону гард. И вам нужно бейсбол делать под правую руку, под встречу его. Если вы отрабатывали всю жизнь вот на эту сторону, и чувак начал проходить сюда, у меня бейсбол не сработает. Чтобы он сработал, он должен пойти в другую сторону. Иди в другую. И вот здесь он на удушку пойдет. То есть вы можете отрабатывать его здорово, но если соперник не на вашу рабочую сторону пойдет, вы же не скажете ему, чувак, я не отрабатывал на эту сторону. Поэтому вам можно знать две вариации. Это не проблема. Но вы должны знать на правшу. От этого отталкивайтесь. Все. Закрытый гард. Захват левой рукой под шею. Большим пальцем взялись. Вторая рука может взять бицепс, упереться в плечо. Все, как вы хотите. Мы делать будем креветку. И будем толкать прямую руку, не упираясь в него, а толкая как бы в воздух. Удар по диагонали, чтобы мы удачно зашли там в креветку. Раз. Сделали креветку. Колено упирается в плечо. Голень прижалась к корпусу. Придерживаем прямой рукой. Заправляем вторую ручку крючком под ногу. Крючок без такого захлеста. Колено упирается ему в ведро. И вот ваш низшилд. Раскрываем колено. Чем вертикальнее, тем лучше. Захват. Еще раз. Здесь. Раз. Креветка. Таз в одну сторону. Ваш удар в другую сторону. Оттянули. Ставили. Натяг. Крючок. Упор. Вот мы здесь оказались. Можете держать колено изнутри. Колено снаружи сейчас не рекомендую. Изнутри. И соединяем его челюсть с коленом. Вот так. Вы на боку. Ваши ножки вертикально. Только на правую сторону. Показать еще раз или понятно? Понятно. Все понятно. Вот сейчас вам надо подручить. Вот этот заход. Чтобы был четко. У всех получался. На одну вот эту правую сторону. Вот по 3 минуты сделаем. И идем дальше. Бейсболу. Вот. Ключевой момент. Колено вертикально. Здесь натяг. Все. И будем отсюда атаковать. Давайте ребят. Три-четыре. Все ребят. Можем двигаться дальше. Хорошо. Когда будете браться левой рукой. Беритесь. Не здесь. А засовывайте дальше. Чтобы она была. За позвоночником. Прям. По проекции. Вот здесь. Чисто по оси шеи. Вот тут. Чтобы вам было легче заправлять вторую руку. Уперлись. Подтяжка на прямые руки. Это создает мне одну-две секунды дистанцию. Чтобы он еще пойдет на меня. Я держу его на прямой руке. Не удержу долго. Но мне хватит. Чтобы заправить. Вот. А когда я тут уже начинаю сжимать. Вот это каркас. Который позволяет мне влево-вправо его вращать. Поворачивать. Только потом. Правая ножка. Да. Хорошо. Заходим на удушку. Побольше времени ей уделим. Она как бы. Сегодня будет кульминация. Если мы пойдем на бейсбол вот отсюда. Это одноразовая история. Одноразовая. То есть. Может проканать на человеке. Который там вообще не в курсах. Ничего не понимает. На белом поясе. Да. Только новичке. Проканает. Но мы хотим делать это на разных поясах. Все выше и выше. Поэтому. Сейчас будем. Заманивать его туда. Здесь делать палево. Поэтому. Что мы делаем. Уперевшись ему в плечо. Взявшись. За отворот. Зарываемся под него. Выводя. Двумя упорами. Это мой захват. И мой упор ему в плечо. Я сам буду притягиваться к нему. А его. Ногой заводить в такой дисбаланс. Он начинает балансировать. И ребята. Если они тут что-то околдовали. Пытались захваты снять. Они будут держать упор. Держать баланс. Искать опору. На мне. На татами. Эти наши. Пару секунд. Для того, чтобы заправить руку. Когда сейчас его голова. Стала выше моей. Это момент. Когда я могу правую руку. Более-менее. Беспалево заправить. Он может почувствовать. Но не увидеть ее. Особо. Она идет снизу. Не отсюда. А вот снизу. С груди. Раз. Такая же история. Взялись. Теперь смотрите. Ребят. Я буду здесь. Правый крючок. Просто приоткрывать. Он был здесь. Он придерживал. Мне пока был нужен. Я его просто при раскрыл. И не буду заводить под ногой. Мне лишние движения не нужны. При раскрыл. И теперь я что делаю. Я буду толкать голень. Вот он был здесь. Буду приглашать его на проход гарда. Я в припендикуляре. И нога толкает его за меня. Вернись обратно. Я сделал ногами ножницы. Нижний проскользнул. Правый толкнул. Ой наоборот. Да. Правый проскользнул. А левый вытащил за себя. Это сработает когда вы в припендикуляре. Вот здесь. Это не сработает если вот так. Так будет сложно его толкнуть. У меня мало мышц включается. Поэтому я здесь. Пошли ножницы. Да. И здесь я прижал его к себе. Уперся ногами. Делаю мост. Уперевшись на левое плечо. Удар. Единственный момент где мои руки прямые. И теперь та же история. Тянуть к сопернику. И начинаю крутиться. Все. Дальше не будем. Нам еще один из понадобится. Вот. Еще раз. Сразу в позиции не шилд. У вас захват. Чтобы заправить правую руку. Вывели. Захват. Взяли. Приоткрыли ногу. И толкаем его за себя. Помогая. Делаем ножницы. И руками еще выводим за себя. Прижал. Вытащил. Ножки в упор. К себе прижал. Чуть-чуть наклонился. Почувствовал упор плечом. И удар за себя. Начинаю тянуться к нему. Не дышу. Еще раз. Давайте. Закрыли. Подтянулись к нему. И вывели его за себя. Так, чтобы голова была выше. Можно отсюда забрать. Можно сверху. В зависимости от того. Как глубоко ваш. Палец сейчас левый. Если он был по центру. Круто. Немножко смещен еще. Вправо. Да, для меня. Это вообще здорово. Тут можно отсюда прямо взяться. Прираскрыли крючок. И просто его расслабили. Толкаем. И он сам заходит в сайт. Мы как бы ребята. Такие люди. Что однозадачные. Мы вроде думали, что сейчас удушка. И думаем о ней. А защищаться как. Да, от нее. Но как только мы видим вот здесь вот сайт. Сразу захочется сайт занять. И этот момент для атаки ваш. Ножки в упор. Он занимает сайт. А вы здесь его выбрасываете за себя. Раз. И тянемся. Иногда в схватках. По светным бойцам чаще. Вы могли его. Он знает, что вы делаете бейсбол. Но рассчитывать на проход гарда. Прошел гард. И оказался низко. Я его выбросил один раз. Но этого мало. Я буду делать это два-три раза. Я могу выбрасывать. Могу зарываться под него. Легковесы зарываются. Тяжи выбрасывают. Акцент. У них побольше физухи. Я легковес буду. Зарываться. Зарываться. Зарылся. И здесь пошел. К себе выбросил. Два. Пока я не пойму. Что мои. Запястья. Под нужным углом. Вот здесь плохо. Вот тут хорошо. Ну все. Будем пробовать. Давайте. Три-четыре. Эта рука тебе не нужна пока заправлять. Это для новичков. Одни раз делаешь, все забудут. Понял? Смотри. Колено. Смотри. Натяг. 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 Колено где? Куда засунем его? В челюсть? Вот. Вот сюда. Смотри. С твоими коленями. Раз. Сейчас. Тянешься к нему. Выводишь его коленом и плечом за себя. Вот. Держи расстояние коленом. Тебе надо расстояние держать. Вот. Его голова дальше твоей? Да. Чуть-чуть да. Вот теперь он не видит правую руку. Засовывай ее. Можешь так. Можешь так. Можешь так. Стоп. Так. Теперь смотри. Правый крючок. Он тебе уже не нужен. Просто раскрой его в пол. Нет. Не парься. Не парься. Это ты паришься. Просто раскрой. Понял? Не надо его прятать куда-то за него. Он проскользнет сам через него. Он был здесь. Просто раскрой. Раскрыл. Теперь смотри. Тебе надо быть еще немножко в перменикуляре. Чтобы ты ногой своей левой делал вот так за себя. Теперь ты еще что сделаешь? Посмотри. Правой. Левой ногой тик. Правой проскользнул. А. Не-не-не. Смотри. Ты ушел на спину. Смотри. Смотри. Ты вышел в перменикуляр. Ты так должен быть. Видишь? Он вот так лежит. Вот его голова. А ты в перменикуляре от него. Теперь посмотри. Одновременно. Кик левой. И проскользнешь правой. Ножницы. Ножницы. Сделал. Умница. Ножки в упор. Все. Ты сделал. Ты сделал. Ты выкинул его. Ножки в упор. К себе прижми его. И делай. Накат на левое плечо. Удар на меня. Пошел крутиться. Тянись к нему. Тянись к нему. Тянись к нему. И пошел. Хорошо. Мы можем посмотреть сейчас вариацию лапела. Плюс и минус рассказать. Почему хорошо. Чем хуже. Либо мы можем посмотреть одну из защит от бейсбола. Я думаю одну технику нормально можем зафигачить. На ваше усмотрение. Защиту. Защиту. Хорошо. Ложись. Да. Давайте такую защиту. У меня есть авторская. Но я покажу классическую. Которую я сам видел. Давай. Бери. Начинай просто делать схематично. Начинает проскальзывать. Я иду в сайт. Оп. Все. Расслабь. Чтобы я мог говорить. Смотрите. Первоначально. Как только у вас выкинули в сайт. Либо он завернулся. Вам нужно. Поймать. Рукой. Которая у таза. Дальнее. Дальнее плечо. Ловим его. На. Вот. На глаза. Нос. Там. Губы добить нельзя. Но. На лоб. На висок. Можно давить и отжимать. Вам нужно упереться в лоб. Пожаднее. И отвернуть лицо от себя. Все это сделать. Сединивский с аготами. Вот так. Когда я делаю это. В моменте. Когда его локоть. Под таким углом. Ему идет как американо. Надушащий локоть. Вот здесь. Если я сделаю выхлест. Смотрите что с рукой произошло. Начинает выгибаться. И он выпрямит ее. Либо отпустит захват. Вот. Но здесь тусить нельзя. Мы это обговорили. Тусить нельзя. Оттянули. Да. Выжились. Приподнимаемся. И вставляем колено на живот. Глубоко. Но все это мы делаем. Немножко тянувшись к его ногам. Здесь уже можно создать упор. Лицо отжали. Накинули. Все. Накинули ногу. Мы были здесь. Вставили. И даже если я сейчас тут упаду. Ничего страшного. Взял и накинул. За счет спины отжался. И вот у нас аромбарь. Ключевой момент. Обезопасить вас от удушки. Это подождать пока он пойдет вот сюда. Вот здесь. Когда его угол будет 90 градусов. Тогда делать высид. Делай. Если я сделаю здесь. Держи так. Стоп. Если сделаю рано. Ничего. Сделаю поздно. Я уже буду падать. Кувыркаться. Высида не будет. Я уже задохнусь. Но. Как только угол 90. Бам. Баляська на локоть. Он от него не сдастся. Но. Доделать не сможет. Еще раз. Начинает делать. Локоть. Лоб. Кисагатами. Одна. Две секунды. Все. Кровь пошла. Подышали. Надо атаковать. Раз. Колено на живот. И нога на удушку. Спиной отжались. И делаем аромбарь. Тебе показать здесь? Да нет. Я понял. Еще раз или достаточно? Нормально? Супер. Помните. Дальнее плечо. И лицо прям отжимаете от себя. Вот прям так. Давайте. Три. Четыре. Так. Я предлагаю перейти к борьбе по заданиям. Мы отработали. Сейчас. Будем мы сейчас. Уже более-менее схватки применять. Свободных схваток не будет. По заданиям. Но все равно. Капы не капы. Надо надеть. На всякие пожарные. Первая борьба. По заданиям будет. Так. Что мы там. Откуда делали? Из сайд контроля. Да. Давайте так. Верхний. Будет в сайде. У него есть захват. Один. Один захват есть. Вы можете начать отсюда. Да. Ты в принципе нормально. Отсюда надо будет достаточно. Захват. И ручка здесь пусть будет. Потом можете делать. Как я показал. Можете отсюда сразу выходить. На ваше усмотрение. Что делаем. Сабмишн. Был. Стоп. И заново. Если нижний восстанавливает. Закрытый гард. Закрытый гард. Закрытый гард. Только этот. Значит стоп. И заново. Халл гард не считается. Если нижний вас переворачивает отсюда. Реверс. Как он делает. Раз. Перевернул. Заново. Все. Теряем позицию. Атаки для бейсбола. То что мы их проходили. Если эта позиция теряется. Нет смысла дальше работать. Заново заходим. Хорошо. В принципе все. Смотрите. Оба ребята. Оба партнера сопротивляются. Сопротивляются. Но давайте так. Полностью пока не включайтесь. Ну процент 30-40. Да. Желательно. Немножко давать больше. Конечно работать. Кто делает бейсбол. Ему. На него акцент. Это не значит поддаваться. Все сосиски легли. Задача сделать именно бейсбол. Да. Да конечно. Все так. Все так. Все так. Задание понятно. Мы это будем проводить борьбу по. Сколько? По две минуты. По три. И потом меняться номера. Супер. Давайте. Три-четыре. Пары капы. Ребят закончили. Давайте своему партнеру обратную связь. На сих. Заходите. Маленькое давление. Восокое. Все что есть вам сказать. Слабо напрягайтесь сильно. Широкий захват. Кривица запястья. Много нюансов. Говорите обратную связь. Теперь, ребят, борьба отсюда будет. Нижний берет с коленом халгард. И у вас, у верхнего, один захват. Можно притянуть его, и вот вы здесь. Надо сделать. Надо сделать безбород. Закрытый гард – это стоп. Переворот – это стоп. Но если вы, конечно, не душите. Если начали душить, вас перевернули, вы в процессе удушки. Продолжаем работать. В принципе, все. Понятно? Давайте. Три-четыре. Следующая позиция – это наше третье задание. Там и снизу. Не шилде. У нас одна рука уже заправлена. И давайте мы его выведем. Нет, давайте, знаете, как сделаем. Вывели сюда. Колено оставляем. Сейчас правой рукой, ребят, возьмитесь вот прям как вам хочется. На ваше расстояние. Но нюанс. Руки прямые раз. Между вами ваше бедро два. И все. Он вам хлопает по плечу. Погнали бороться. Вы можете отпустить, что-то сделать, перебраться. Но вот это точка А. В идеале это, конечно, выбросить его и сделать, как мы отрабатывали. Заройтесь ниже его. Это важный ключевой момент. Все понятно? Да. Три. А можно с лапелом делать? Можете так. С лапелом? Ну, ты знаешь, что ты же делал его, да? Все. Ты можешь отсюда так передать и взяться вот тут. Можешь. Давайте. Три-четыре. Ребят, наша крайняя борьба под заданием. Оставляй пояски. Ложись. Нижний берет на удушку. Да, заправил. Вот вы здесь. Вы чуть приподняли, чтобы не было давления на него. Вот так. Хлопнули. И как только нижний начал вкручиваться, работать, начинается игра. Ваша задача защищаться. То есть сделать, просто сорвать захваты, потерять эту позицию, и вы выиграли. Нижнему, естественно, доделать бейсбол. В принципе, все. Пока у него захваты, он может заправлять и халгард, да? И операции выбрасывать вас несколько раз, пока держит захват. Потерял. Заново. Все. Вопросы? Давайте. Три-четыре. Вот что хочу вам кинопуствия дать. Для бейсбола занимайте, пожалуйста, хорошую позицию, да? То есть не в наглую делать одноразово, а зарыться. Позиция, потом сабмишин. И не отпускать его до конца, пока судья вас не остановит. Удушка должна быть такая, чтобы ее не чувствовал соперник. Чтобы он уже вырубился, не успев даже постучать. Тогда бейсбол прошел хорошо. Это ваш ориентир. В принципе, все. И, друзья, всем спасибо, ребят. Аплодисменты.